Значит, женщина гневается. Так. И. Ну, нормально, выходить нормально, потому что не было духовной практики достаточно в доме. Смотреть нет духовной практики, значит, карма усугубляется. То есть у него обида, она становится больше. Сначала на один день он обижается, потом два, потом три, потом год, потом полгода уже обижается. Невозможно терпеть. Причина. Именно духовная практика, когда человек молится в доме, что происходит? Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. Почему она выросла, стена? Потому что мы чем занимаемся дома? Работа, дом, работа, дом. Мы молимся, нет? Мы очищаем атмосферу. Мы солнце увеличиваем в отношениях или нет? Святость увеличиваем? Нет. Мы просто спим. Мы хотим просто квартиру, машину. Мы просто работаем и живем, и все. Пелена наступает. Пелена. То есть отношения скрывает пелена. Мы просто работаем, просто тупо наслаждаемся друг другу. В пелене живем. Мы не пытаемся победить судьбу. Мы не молимся, не работаем над собой. Но если человек начинает молитву, что происходит? Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора. Ненастное солнце взойдет. Видите, пелена расступается сама, когда человек думает о святости. Брак разрушился, ничего страшного. Бог дает возможность дальше жить. Нет, ничего не преодолим в этом мире. Если вы не сдали экзамен, двойка. Будет второй шанс. Будете сдавать заново. Нельзя разрушать семью. Я что, разрушаю семью сейчас? А? Будет шанс. Что ей надо сказать, значит? Девушка предлагает, знаете, что вам сказать? Вы весеннее пальто не покупайте. Хорошо? Хорошо? Мучаетесь, мучаетесь, потихоньку, потихоньку так и на земельке больше будьте, привыкайте к земельке и весеннее пальто уже не покупайте. Враг разрушил. Гуманная вы наша. Это фанатизм. Первая стадия узнавания, изучения знаний. Это фанатизм. Отрекемся от старого мира и стряхнем его практ с наших ног. Фанатизм. Первая стадия развития человека. Человек начал лекции слушать. Первая стадия – это фанатизм. Все враги вокруг. Это нормально. Это ничего страшного. Все нормально. У вас все хорошо будет в жизни, девочки, все хорошо у вас, уже все хорошо. Видите, вы на лекцию пришли. Вы не огорчаетесь. У вас очень сильное огорчение, что вы разрушился брак. Из-за этого вы сейчас мне этот вопрос задаете. У вас в сердце очень сильное огорчение. Вот как мне победить свой эгоизм? Смотрите, первая стадия. Я принимаю ситуацию с женщиной, что она имеет право на такую серьезную ошибку, что она не справилась с своим браком. Я принимаю ее. Когда я принял, я увидел, что она очень сильно переживает. Раньше я думал, что она такая греховная. Она не греховная, она переживает. Но она не может сейчас ничего вернуть назад. Это я почему это увидел? Потому что я справился со своей гордостью. Потому что я могу, а она не может. Гордость этой работы, это гордость. Я принял ее право на вторую попытку. Принял ее право. И сразу увидел, что она очень огорчена. То есть ситуация, которая была... Опять ситуация решается только с помощью молитвы. Огорчение это тоже невежество, это тьма. Она должна рассеяться, когда солнце святости в вашей жизни будет восходить, тьма уйдет и вам станет легче жить. Рассеется все это чувство вины, скорби, страданий. Понятно? Следующее. Еще есть такие вот скорбные ситуации? Я, кстати, мы не решили проблему. Проблема заключается в том, что вы не вскрыли в себе причину. Вы сейчас объяснили боль, которую вас... Объем работы объяснили. Объем работы какой? Непреодолимая обида, которая длилась полгода у него. Невыносимая обида, огромная обида. Это значит, что-то у вас тоже такое же огромное есть. Вы должны это распознать себе. Что у вас такое огромное есть внутри, которое вызвало огромную обиду? Я знаю это. Хотите, я вам скажу? Или нет? Может, не стоит? У вас есть огромный принцип в жизни, огромный принцип, который сделал его огромную обиду. Огромный принцип в вашей жизни есть такой. Выше человека принцип этот. И он в результате сделал очень огромную обиду в близком человеке вашем на полгода. Такой же огромный принцип у вас на полгода, как у него обида. Вы почувствовали, о чем я говорю, нет? Почувствовали. Но это лучше, чем у него, да? Это хуже, это вторая сторона медали эгоизма, это хуже. Сначала он только виноват, он только обижался полгода, а я нормальная. Теперь я увидел свою проблему, значит, он у меня святой муж. Это он святой, поэтому мы разрушилась семья, а я грешница. Это вторая. Весы качаются в другую сторону. Это тоже не выход из положения. Выход из положения такой. Жизнь предназначена для экзаменов в этом мире. Вы не сдали свой экзамен пока, но вы сейчас будете сдавать. Потому что без знания сдать невозможно. Вы не изучали, как жить правильно, поэтому вы не узнали вот эту всю структуру. И поэтому вы не смогли с ней справиться. Понимаете? Ничего страшного. Никогда не бывает поздно в этом мире, потому что мы живем вечно. За этой жизнью будет следующее, уже со сданным экзаменом у вас. Понимаете? Поэтому ни о чем не беспокойтесь. Смело идите вперед в жизни. Счастье даже в этой жизни возможно в полной степени. В полной степени.